Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Езда с ветерком может стоить жизни, если не проявить осторожность в жаркую погоду. ГАИ фиксирует рост ДТП с участием мото- и велотранспорта. Скоро суд. В Гомеле будут решать судьбу рецидивистов, которые убили пенсионерку и спокойно продолжили пить в ее квартире. Контрабанда историко-культурных ценностей таможня направила на экспертизу старинные иконы, обнаруженные в рейсовом автобусе. Нетрезвый водитель опасен не только на дорогах, но и на воде. Как отдых на озере чуть не стал трагедией и какие нарушения допускают люди на лодках. Жара поднимает градус. Леса региона под охраной, но масштабные пожары могут начаться в любую минуту. Кто бережет природу и не дает искре превратиться в пламя, выясняла Наталья Игнатенко. О пожароопасной обстановке и причинах пожаров в экосистемах поговорим с начальником Гомельского областного управления МЧС Сергеем Дичковским. А также обрушение многоэтажки в Молдове, падение с холма на внедорожнике и китаец, который показал дочери, как нужно припарковать автомобиль в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. В Гомеле начнется суд над убийцами пенсионерки, которые задушили женщин в ее квартире, сняли с жертвы серьги, украли деньги и ценные вещи. После убийства бывшие рецидивисты завернули погибшую в ковер, поместили тело под диван, а сами стали пить в этой же квартире. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса. Внимание, как фактор безопасности в Леолическом районе, женщина на секунду отвлеклась от управления своим внедорожником и врезалась в дерево. 42-летняя женщина-водитель на своем лендровере вошла в неуправляемый занос, выскочила на левую обочину, съехала в кювет, далее в лесной массив, где ее машину ожидало дерево. В авто помимо водителя находился пассажир, 70-летняя женщина. Обе доставлены в районную больницу. Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло и на автодороге Восточный обход областного центра. Мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и въехал в припаркованный легковой автомобиль, в котором никого не было. 26-летний водитель мотоцикла скончался на месте. По факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. А в Гомеле на улице Головачева огонь уничтожил автомобиль Opel Vectra и повредил имущество в гараже. Возможной причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. А в Светлогорском районе легковой автомобиль Renault Dastra столкнулся с фурой. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и не смог разминуться с грузовиком. От удара у Dastra разворотила переднюю часть, в салоне сработали подушки безопасности. 46-летнего водителя пришлось извлекать спасателем. Мужчину зажало между сиденьем и панелью приборов автомобиля. В момент аварии в машине находился его несовершеннолетний сын. Обоих после спасения доставили в больницу. В пункте пропуска Новая Гута в рейсовом автобусе таможенники нашли семь старинных икон, скрытых от контроля. Раритеты перевозили в продуктовом ящике. Водитель автобуса сообщением Одесса-Минск пояснил эти вещи, ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске. Кроме икон в серебряном окладе, там были спрятаны ордена Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. Склад деревообрабатывающих материалов полыхал в Гомельском районе. Возгорание произошло ночью в деревне Уза. Горела щепа, которая находилась на территории предприятия Промдревсервис. В результате пожара никто не пострадал. Уничтожена готовая продукция, подоны и отходы деревообработки. Не исключается поджог. Транспорт является источником повышенной опасности не только на суше, но и на воде. Об этом хорошо знают госинспекторы по маломерным судам. А теперь еще и отдыхающие, которые не так давно в Реческом районе перевернулись на лодке. Во время движения их плавательное средство мотором зацепилось за трос Буйка. Выжили все, но в середине Днепра людям пришлось вплавь добираться до берега. Помимо взрослых в воде оказались дети. А на медне в деревне Михайловка Светлогорского района на лодке перевернулся житель этой деревни. На самодельном деревянном плавсредстве он переправлялся через реку Березина. Тело 59-летнего мужчины теперь ищут водолазы Освода. Наши корреспонденты знают не только о подробностях этих ЧП, но и о требованиях, которые инспекторы предъявляют к судоводителям. Инцидент произошел 8 июня. Родители с детьми катались на моторной лодке по реке Днепр после заката солнца. Мало того, что в темное время суток лодка находилась на судовом ходу, так плавательное средство было еще и перегружено. Управлял моторкой мужчина с признаками алкогольного опьянения. В какой-то момент, находясь на ходу, судно винтом зацепилось за трос Буйка. Трагедии чудом удалось избежать, так как в момент падения никто не получил травм, и все потерпевшие доплыли до берега. Очевидцы позвонили в службу спасения. Хозяина отвезли на освидетельствование и составили сразу три постановления и один протокол за нарушение правил управления маломерным судном. Лодку на 200 метров унесло течением. Хозяина могут лишить судоводительских прав. Обеспокоенная произошедшим случаем, наша съемочная бригада отправилась в рейд изучить обстановку дел о соблюдении безопасности на воде. И, как выяснилось, нарушения имеют место не только на периферии, но и на акваториях областного центра. Добрый день. Инспекция по маломерным судам. Разрешите ваши документы посмотреть? Вы знаете, что застегиваться надо в движении на лодке? Спасательный жилет. Помимо незастегнутого жилета, мужчина, вышедший с девушкой на вечернюю водную прогулку, не смог предоставить необходимые документы на право использования маломерного судна, оборудованного мощным подвесным мотором. Судового билета и сертификата о допуске судна к эксплуатации. Поэтому в данный момент вы нарушили правила пользования маломерными судами, поэтому мы сейчас на вас будем сохранять установление. Штраф – это самое малое, чем можно пожертвовать за пренебрежение правилами управления маломерным судном. Расплатой может стать и человеческая жизнь. Но, как показал рейд, основная масса судовладельцев это прекрасно понимает. Мы всегда, когда в лодку садимся, одеваем все жилеты, потому что это наша безопасность, это четкость, это все у нас должно быть четко и хорошо. Отдых любим, ездим каждые выходные. Мы всегда соблюдаем правила безопасности. На особом контроле у инспекторов стоят владельцы гидроциклов. Скорость такие взрослые забавы развивают свыше 100 км в час. И малейшее нарушение может обернуться серьезной проблемой, как для владельца, так и для других отдыхающих. Не забывайте, в 2019 году, 6 месяц у вас уже оканчивается. Так что, если через месяц не придете, уже будете как бы считаться нарушителем. Понятно, да? Да, понятно. Поэтому не забудьте, на данный момент пока вы можете эксплуатироваться. Это еще этот месяц, да? Этот месяц, да, по 6-й, да, включительно. Поэтому не забывайте. Инспекторы все же отмечают, что отъявленных лихачей и злостных нарушителей среди гидроциклистов последние несколько лет не выявлялось. Ну, вообще контроль нужен, потому что, ну, не будет контроля, люди начнут смотреть на это сквозь пальцы. Поэтому, конечно, хорошо, что есть органы, которые это контролируют, не дают расслабиться и проводят курсы. На курсах то же самое, которое получаешь в водительское удостоверение, а ты знакомишься с такими же собратьями, как и ты. У тебя, получается, такой круг общения формируется. Поэтому, ну, никакого негатива со стороны властей я, в свою очередь, никогда не видел. Рейдовые мероприятия – это основная форма работы по выявлению нарушений. Проходят они практически ежедневно с начала навигации, 19 мая. В день инспекторы выявляют от одного до трех нарушителей. И на сегодняшний день таких уже набралось свыше 80 человек. Основными нарушениями, выявленными при рейдовых мероприятиях, это отсутствие спасательного жилета на пассажире, либо судоводителей во время движения, а также непройденный в установленные сроки технический осмотр маломерного судна, за что данные нарушители привлекаются к административной ответственности. На территории Гомельской области стабильно держится аномально жаркая погода с температурным фоном выше климатической нормы. В связи с чем ситуация в экосистемах характеризуется как сложная и достаточно напряженная. Во всех районах области, кроме Лоевского и Октябрьского, введен запрет на посещение лесов. Это уже второй с начала года период массового введения полного запрета визитов в лес. На время следует отказаться от прогулок, походов, пикников, сбора даров леса. Также не разрешается въезжать транспорту, кроме служебного. В продолжении темы сюжет Наталья Игнатенко. Уже не первую неделю в Гомельской области климат близкий к экваториальному. Из-за изнуряющего солнцепека и продолжительного отсутствия осадков в регионе введен высокий класс пожарной опасности. В некоторых районах пятого уровня. На сегодняшний день достаточно сложная, напряженная у нас обстановка в лесах складывается. В первую очередь, понятно, это связано с погодными условиями, которые у нас остановились, отсутствие осадков. На сегодня у нас закрыта практически вся область, за исключением Октябрьского и Лоевского районов. Проводим рейдовые мероприятия. В дальнейшем, если погодные условия будут меняться, то запреты будут сниматься. У Министерства лесного хозяйства и МЧС сейчас самые жаркие дни. Пожароопасная обстановка на территории лесов, торфяников, пойменных земель на грани. Сухая жаркая погода способствует легкому возникновению и быстрому распространению пожара. Обстановку постоянно мониторят. Во избежание чрезвычайных ситуаций все лесничества переведены на усиленный вариант работы. Структурные лесопожарные подразделения работают круглосуточно. Для предупреждения очагов о возгорании в экосистемах проводят охранные мероприятия. Мы по лесу проезжаем, есть везде подъездные пути. Соответственно, в лесничествах имеется техника для тушения лесных пожаров, которые в течение 10 минут с обнаружения выезжают на место. То есть проводятся противопожарные мероприятия в ВОЗ-Лесфонде. До начала разработки лесосеки проводятся противопожарные мероприятия. То есть данная лесосека опахивается, создается минполоса в 2-3 следа. Ну и, соответственно, когда люди находятся на разработке, то бишь и лесхоз занимается разработкой построенной организации, есть перечень, минимальный перечень противопожарных мероприятий, которые должны находиться на лесосеке. Средства пожаротушения, связи и транспорт – все это в полной готовности хранится на территории пожарно-химических станций. Это ПХС Приборгского лесничества. Специализированное подразделение располагает всем необходимым для предупреждения и тушения пожара. Здесь же установлена стационарная система, помогающая отслеживать возникновение дымовых пятен. За пару минут она определяет квадрат и расстояние до места возгорания. Между тем, подконтрольная местность просматривается не только наземными видеокамерами. На службе у лесной охраны – радиоуправляемые дроны. Ну, полить ели. В лес не ногой. В 19 из 21 района Гомельской области действует полный запрет на посещение лесов. За нарушение этого требования – штраф до 25 базовых величин. Это необходимая мера для сохранения лесного фонда и обеспечения безопасности людей. Отслеживать нарушителей помогают фотоловушки. Замаскированные аппараты начинают съемку после срабатывания датчика движения. Камера здесь 10 мегапикселей. Работы данной фотоловушки хватает на 2-3 недели беспрерывной работы. Оно оснащено СМС-ММС-сообщениями. То есть в течение 1-2 минут приходит к нам информация в лесос. Отправляется информация в РУВД. Устанавливаем личность, отправляем повестки, либо уведомляем должным образом. В ближайшие выходные прогнозы неутешительные. Жара в регионе сохранится. Снизить пожароопасную ситуацию в экосистемах могут только продолжительные ливневые дожди. А пока на большей части территории области сохраняется оранжевый уровень опасности, природоохранные службы и МЧС призывают население сознательно отнестись к вынужденной мере. Проводится работа разъяснительная с местным населением. Делается подворный обход с записями в журнал подворного обхода, где ознакомливаются, какие могут быть последствия, что нельзя делать в лесу. Есть, конечно, люди, которые у нас и неадекватные, но которым применяются уже более-менее жесткие административные санкции. Постоянное проведение профилактических мероприятий с нашими гражданами дает свои результаты. Ведь на самом деле статистика показывает, что на сегодняшний день, с начала года, зарегистрировано 82 пожара именно лесов по сравнению с прошлым годом, где было зарегистрировано 94 пожара. И необходимо напомнить нашим гражданам, что, конечно, если вы увидели загорание в лесу, необходимо попытаться самостоятельно потушить пожар. Если же вы видите, что пожар набирает свои обороты, незамедлительно вызывайте службу спасения по телефону 101. А спасатели уже знают, как ликвидировать данное возгорание. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов, Евгений Макенко. Специально для программы «Де-факто». О пожароопасной обстановке в Гомельском регионе. Как в случае ЧС спасатели сдерживают натиск стихии? Каковы причины лесных пожаров и кто за них в ответе? Поговорим с начальником Гомельского областного управления МЧС Сергеем Дичковским. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова обстановка сегодня в Гомельском регионе и наблюдается ли рост количества пожаров в экосистемах? На сегодняшний день в Гомельском регионе сложилась благоприятная обстановка для пожаров. У нас произошло 160 возгораний в природных экосистемах и за полгода уже 83 возгорания в лесах. 55 на торфянниках и 56 – это возгорания травы и кустарников. Примерно пополам? Приблизительно пополам. Явного роста пожаров нет. Это все способствовало по причине того, что как Министерством по чрезвычайным ситуациям, так же и всеми местными органами власти на местах, сельскими советами, вор-райсполкомами проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная работа. Одним из этих видов работы является запрещение на посещение лесов. В данном случае в Гомельской области в 19 районах введен запрет на посещение данных лесов. Сергей Анатольевич, соблюдают люди это требование? Скажем, по возможности, конечно же, тех, кто проинформирован, они соблюдают. Но очень много нашего населения, которые не знают об этих элементарных требованиях. И поэтому, обращаясь ко всем жителям, хочется сказать нашего региона о том, что на всех сайтах Министерства лесного хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям и на сайтах местных органов власти доводится информация непосредственно о запрещении лесов. Если это запрещение, либо оно снято. Лесные пожары наносят большой вред экосистемам и также большой урон. Мы поинтересовались у жителей города Гомеля, кто и что может повлиять на уменьшение количества пожаров летом. Внимание на экран. Во-первых, конечно, средства массовой информации, которые должны информировать население о том, что вход в леса запрещен. Особенно сейчас эта ситуация как нельзя актуальна. Дождей нет уже практически целый месяц. Поэтому, зная наш народ, это любят на выходных на шашлыки, на пикники, на речки погулять. И по большей части, знаете, сталкиваешься с тем, что разводят, ну, если мягко говоря, свинство. Они не тушат костры за собой, оставляют кучи груды мусора. Да ничего, в принципе, не может уберечь. Даже естественная природа пожара может сама делать. Стекло, брошенное стекло, и то сделает пожар. Просто, что людей меньше, конечно, что там активность будет, и все, больше ничего. Для того, чтобы нанести вред, достаточно просто необдуманно бросить сигарету. Надо детям не давать спички в руки, чтобы они не подожгли и весь лес не спалили. Разъяснительная работа, безусловно. Контролировать невозможно, потому что это нереально. Ну, такие масштабы проконтролировать. Вот. И начинать прямо с детских садов и со школ. Сам по себе лес не загорается. Конечно, это человеческое недосмотр. Бросают куда попало. Не хотят понимать, что надо все беречь. Очень прекрасный есть пример – это Финляндия. Как они к этому вопросу подошли. Они каждый квадрат земли, лесного массива, отдали под хозяйство. То бишь, на каждом квадратном километре есть хозяин. У каждого своя делянка. И это как бы его задел на будущее капитала. Я думаю, что если бы вот таким образом подошло бы наше государство к своему лесу, который у нас очень дорог, потому что это наша жизнь, это наше будущее, это будущее наших детей. Поэтому я считаю, что именно вот такой подход, хозяйственный, очень правильный. Тут уж еще человеческий фактор нужен. В каком плане? В том плане, чтобы добросовестно люди относились к посещению леса, даже если пошли туда незаконно. Ну, грубо говоря. То есть не бросать окурки, то есть не использовать спички. И вот такие самые банальные, на первый взгляд, меры. Ну вот такие мнения, как вы можете их прокомментировать? И что является все-таки главной причиной возникновения пожаров в лесах? Ну, в целом, посмотрев выступления и мнения наших граждан, все это, если суммировать, конечно же, и можно уже сделать вывод о том, что в целом, наверное, работа, которая проводится всеми министерствами, заинтересованными в предупреждении чрезвычайных ситуаций в природных экосистемах, и, конечно же, работа средств массовой информации, все-таки, наверное, граждане в большинстве своем понимают то, что мы делаем. А каковы все-таки причины лесных пожаров, самые распространенные? Ну, не секрет, как сказали наши граждане, что самые распространенные причины, это, конечно же, занесение малокалорийных источников зажигания, то есть непотушенная сигарета. Сам человек? Сам человек. Заезд в лес на автомобиле, когда есть неисправные, будем говорить, искрогасители или еще что-то неисправное на автомобиле. И, конечно же, опять же, пренебрежение к нашему лесу и в целом природе. В связи с жарой, какой уровень опасности сегодня объявлен в регионе? Значит, на сегодняшний день в Омельской области и непосредственно, будем говорить, в нашем регионе, юго-восточном, объявлен оранжевый уровень опасности. В 2013 году, я хочу показать, есть шкала цветовых уровней опасности, где представлены каждый из цветов, но наши граждане, наверное, в большинстве своем мало знают о том, что несет каждый цвет. Так вот, оранжевый уровень опасности, это значит, на большей части территории ожидаются неблагоприятные явления, то есть жара, которые могут в целом привести к нарушению экономической деятельности и значительному материальному ущербу. А также, если, будем говорить, есть люди, у кого гипертония, значит, высокое давление, гипертоники, значит, больное сердце, им необходимо находиться, конечно же, вне солнечных лучей, то есть дома, и с 12 до 4 часов не посещать, будем говорить, улицу, потому что, ну, это самый пик солнца. Такие простые вещи, ну, необходимо, конечно, всем знать, кроме цветовой гаммы, которую мы передаем. Хорошо, если сравнить, вот, допустим, период мая-июня этого года с аналогичным периодом прошлого, то можно ли говорить о том, что ситуация более стабильная с пожарами в экосистемах, либо менее стабильная, как можете, вот, проанализировать эту ситуацию? Вот за последний месяц, значит, у нас произошло 17 лесных пожаров в июне месяце в Оминской области, и в целом увеличения по сравнению с прошлым годом нет. Как мы уже останавливались ранее, что проводя информационно-разъяснительную работу, в целом министерство, министерство лесного хозяйства, еще раз повторюсь, что, значит, явного всплеска нет. Наверное, все-таки это сознание наших людей, которые понимают, ну, на самом деле, необходимость на сегодняшний день, даже если хочется, не ходить в леса. А помогает ли запрет влиять все-таки на сдерживание фактора возгорания в экосистемах? Очень сильно помогает, значит, большая работа проводится непосредственно нашим Оминским лесохозяйственным объединением. Везде на съездах с дорог висят указатели, и, конечно, люди, почитав информацию, не посещают леса. Потому что, ну, наверное, очень много случаев, когда происходят трагедии, человеческие гибели, и вот если останавливаться в целом по экосистемам, то три человека уже в этом году в Оминской области погибло от именно возгорания в экосистемах. То есть люди заблудились в лесу, не смогли выйти, или как это происходит? Нет, люди выжигали сухую растительность. То, о чем мы постоянно говорим и информируем, что это запрещено делать. Ну, трагедия произошла, и, наверное, это не тот самый случай, когда поправить уже ничего нельзя. Поэтому мы, наверное, и проводим эту разъяснительную работу. В каких случаях инспектор вправе выписать штраф? Просто при нахождении человека в лесу, либо какие-то должны быть условия, там, разведенный костер, брошенный окурок? Запрет на посещение лесов сам по себе подразумевает полную, точнее, ну, вообще не хождение в лес. Инспектор, допустим, как вы сказали, государственного пожарнодзора, это один из должностных лиц, которые могут привлечь к административной ответственности. В данном случае статья 15.29 Кодекс об административных правонарушениях говорит о, в целом, нарушении правил пожарной безопасности в лесах и на трофенных массивах. И инспектор государственного пожарнодзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, значит, охраны природы и окружающей среды, должностные лица местных органов власти, селесполкомов, ОРС полкома и область полкома могут, опять же, привлечь к административной ответственности. А также инспекция по охране природы и растительного мира. То есть достаточно широкий круг лиц, которые контролируют эту ситуацию. И когда человек идет в лес, он думает, вот, вряд ли я встречу там сотрудника МЧС, да и лесников не так много, на самом деле можно встретиться... На самом деле можно встретить любое должностное лицо, даже местных органов власти, и тем самым быть привлечены к административной ответственности. Скажите, что Вы посоветовали бы нашим гражданам, о чем думать, что делать, чтобы все-таки они тоже могли повлиять на уменьшение количества данных в чрезвычайных ситуациях в экосистемах? Очень хотелось бы обратить внимание, чтобы вот эти малокалорийные источники зажигания, такие как спичка, сигареты, это не разбрасывалось. Потому что на сегодняшний день сухая подстилка, это является очагом возгорания и горючей загрузкой, которая непосредственно, будем говорить, влияет на распространение огня. И наши граждане, конечно же, когда видят уже непосредственно возгорание, хотелось бы, чтобы незамедлительно звонили в службу МЧС по телефону 101 или 112, для того, чтобы мы локализовали уже в застегнутых размерах то, что уже произошло. В общем, позиция после меня, хоть потоп и пожар, должна все-таки измениться и, скажем, перестать существовать. Совместно с вами мы как раз все это делаем. Спасибо вам за конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и видео, снятого людьми со всего мира. В Чехии случайный прохожий спас 85-летнего мотоциклиста, который потерпел аварию на переезде. Мужчина врезался в шлагбаум и упал прямо на пути. До приближающегося поезда оставались считанные секунды, но 35-летнему прохожему их хватило, чтобы убрать с рельсов не только пострадавшего, но и его мотоцикл. Сделал он это за мгновение до прибытия поезда. Состав остановился, проехав через место, на которое упал мотоциклист. Спасителя байкера потом наградила полиция. В Молдове на глазах у очевидцев обрушилась стена жилой многоэтажки. У дома на верхнем этаже вывалилась балконная рама. Вслед по стене побежала трещина, а потом и вовсе рухнула часть здания. Облако пыли накрыло соседнее строение. Никто не пострадал. Сообщается, что всех людей успели эвакуировать заранее. Среди жильцов, которые покинули здание, 11 детей. В США простой план похищения банкомата на деле оказался сложнее, чем думали грабители. Для упрощения задачи они разбили стеклянные двери магазина своим пикапом, а потом взяли на таран банкомат. Но вышел курьез. Банкомат упал на одного из грабителей, который в момент наезда подошел к нему слишком близко. Мужчина смог оправиться, но сложности на этом не закончились. Загрузить банкомат в пикап налетчикам так и не удалось. Он оказался слишком тяжелым. В общем, раскурочили пол магазина, а денег так и не раздобыли. Поиском преступников занимается полиция. Если постараться, то стеклянные двери можно разбить и без пикапа. Этот дебошир раскрошил их двумя ударами в полицейском участке. Нарушителя пытались успокоить, но его лишь раззадорили уговоры правоохранителей. В итоге пострадали ни в чем не повинные двери. А этот китаец не на шутку разозлился на лифт. С разгона ударил его ногой и вышиб дверь. После чего шагнул внутрь и упал в шахту. Пролетев в четыре этажа, он отделался только переломом ноги. В полиции сообщили, что пострадавший переборщил с алкоголем. За несколько минут до инцидента он повздорил с мужчиной, а на лифте выместил свою злость. Очевидец из Приморья снял на камеру ошеломительные кадры падения внедорожника с холма. Сначала машина опасно зависла на краю склона, а затем сорвалась с него и кубарем покатилась вниз. Из салона выпали два человека. Вначале на траве оказалась девушка, она вылетела в самом начале крушения, а позже из машины выпал водитель. Его выбросило из этой мясорубки у подножия холма. Мужчина в реанимации, а у пострадавшей только ушибы и легкие травмы. Подержи мое пиво, сказал отец дочери и помог ей припарковать свое авто. Да так, что сбил несколько дорожных знаков, три мусорных контейнера и напугал пешеходов. Такой урок вождения женщина наверняка запомнит надолго, ведь пострадала не только ее машина, но и припаркованные государственные авто. По китайским законам и водителю, и владельцу машины грозят большие штрафы. Выиграл в скорости, но проиграл по массе и габаритам. В США велосипедист толкнулся с автомобилем на перекрестке и получил травму. Мужчина даже не затормозил, когда несся по склону дороги. Водитель автомобиля его не заметил. ДТП – пример тому, что по дорогам должны все-таки ездить автомобили, а не велосипедисты. И рисковать своим здоровьем так абсолютно незачем. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова